Относительно советской эпохи в контексте исторической политики рассматривать вопрос. Не сегодня по известным причинам происходят геополитические и тектонические трансформации. Многократно возросло количество вызовов, угрожающих безопасности и существования не только отдельных стран, но и всему глобальному сообществу. В режиме виртуализации человеческих отношений одним из наиболее опасных визов является внедрение в сознание людей информационных вирусов, которые качественно снижают способность пресловутого гомовиртуаликуса адекватно воспринимать не только современные реалии, но и исторические факты. Поэтому представляется, что попытка представить значение советского фактора в истории Армении является крайне актуальной задачей. В этом контексте, при всем моем уважении к коммунистам, отметим, что революция 1917 года была первым успешным прецедентом развала Российской империи с помощью иностранной агентуры, среди которых я особо отмечу Израила Лазаревича Гельфманда, более известного под именем Парбус, который, будучи советником молодо-турков, по моему глубокому убеждению, делал немало и для организации систематизации геноцида армян в будущем. После революции в России начался беспредел. На улицах ловили даже учителей гимназии и ставили к стенке, а миллионы ни в чем не повинные люди попали в лагеря Булака, в которых было расстреляно не менее трех миллионов человек. Вместе с тем оказалось, что абсолютизация идеологии социализма, коммунизма, и все же была намного лучше абсолютизации идеологии либерализма, которая наступила после распада СССР в 90-е годы, и когда духовно были уничтожены не менее ста миллионов людей. По этому поводу вспомним, что согласно христианским канонам, заповедям, убиение человеческой души считается большим грехом, нежели убиение тела. Характерно, что мой близкий друг из Франции, который занимает сегодня и занимал ключевые позиции в армянской диаспоре, и с которыми в свое время, будучи студентами, печатали распространение листовки и бороли за признание геноцида в Армении, во время нашего последнего недавнего телефонного разговора, исходя из современных нынешних армянских реалий, сказал, что следует нам вернуться назад и целовать ноги коммунистов, против которых мы тогда вроде бы и боролись. Однако, как известно, Россию умом не понять, яршим не измерить. Уже в наши дни Россия стала восстанавливать свой суверенитет. Эпоха неолиберального фашизма закончилась. Более того, именно Россия стала внедрять в мир более справедливые мультиполярные отношения и порядки, что еще раз указывает на то, что нам следует установить с этой страной более тесные союзные отношения. Особо отметим, что современная Россия вернулась к христианским ценностям и сегодня занимает непривидимую позицию по отношению к превращению неолиберального фашизма, как известное ЛГТБ-движение, педофилии и ТДТП. Но вернемся в СССР. Мы отметим, что, помимо всего прочего, советский период для Армении мы продолжаем в ее истории в цивилизационном аспекте близкой ей Российской империи, к которой она была присоединена после освободительной миссии графа Паскибыча в XIX веке. В связи с этим подчеркнув, что понятие «империя» в данном случае никак не следует идентифицировать с колониализмом, которое, как правило, ассоцируемо с нещадной эксплуатацией людских и природных ресурсов, захваченных стран, что типично для западной англосаксонской традиции. Российскую же империю необходимо расплатывать как некую политическую систему, которая сумела интегрировать народы и народности и создавать для них условия развития. Подобную странность этой империи уже в советскую эпоху наглядывает или стрижет данные, из которых следует, что в СССР Российская Федерация и Белорусская Республика были фактически донорами для остальных республик. Конкретно в индустриальном, на чехлоговицком плане весьма развитая Армения в период с 1985 до 1990 года потребляло на душу населения более чем 2,5 раза больше, нежели упомянутые республики. То есть, если следовать общепринятой логике об империях, то получается, что в СССР колониями были Россия и Беларусь, а колонизаторами остальные республика. Правда, конкретно в Армении, как показали наши оценки, высокий уровень потребления во многом складывался благодаря крупным финансовым плеваниям, центрам в научно-технологическую и оборонную сферу, и в этом плане Армения занимала ведущие позиции в СССР. Это я могу, так сказать, документально говорить об этом очень долго. Отметим, что в Советской Армении более миллиона человек занимались так называемым сложным трудом, что подразумевает, к примеру, как высококлассных покорей и сварщиков, так и инженеров-научных сотрудников. Между тем, в современной Армении по оценкам частота подобных лиц уменьшилась не более чем 12 раз, а по официальным данным количество научных работников и инженеров сократилось минимум 15 раз. То есть общий интеллектуальный уровень нашего общества качественно снизился. Об экономике же в целом следует отметить, что спустя почти 30 лет после распада СССР ВВП нашей либеральной Третьей Республики на 30% меньше, чем колониальная Вторая Республика. Важным фактором во всем этом является то, что в составе Российской Советской Империи армянский народ восстановил свою национальную идентичность, древние и богатые духовно-культурные традиции, а также особую цивилизационную ориентацию, которая служила со времен Византийской империи. Именно эти факторы стали основой карабахского движения в Армении, которое завершилось блестящей победой нашего общества, освобождением Арцаха в целом. Между тем, сегодня слово советское, если иногда и мелькает в информационном поле, то оно имеет, как правило, негативный смысл. И эта проблема актуальна даже для России. И в этом плане я хочу два слова сказать насчет исторической политики, которая вышла как термин, вошел в информационный оборот относительно недавно, в 80-е годы, в Германии. Однако очевидно, что важность исторической категории во внутренней и внешней политике была осознана еще в древние времена. Считается, что этим политическим искусством особо владели хорошо китайцы, которых есть поговорка «забивать историю предательства», и там судят по законам очень суровым подобных предателей. Как в прошлом, так и сегодня историческая политика имеет два вектора направления. Во внутренней политике ее целью является сохранение национальной идентичности и тем самым обеспечения сплоченности и дееспособности общества для противостояния деструктивным влияниям. Во внешней политике вектор политики исторической направлен на расшатывание национальной памяти и тем самым о том, что общество условно противника, а в некоторых случаях и соединенных тоже. Известно, что, однако, все это имеет предисторию, потому что в советское время тоже особенно историю не жаловали. После революции царский период предавался Анафиме, а за доброе слово можно было угадить в ГУАК. А после этот особенно острый стоял в Армении. После советизации наше изгонение на христианскую церковь вместе с политическими деятелями Первой республики были очернены, а в лучшем случае преданезавыми, наши национальные герои, Андреа Никнажды и многие другие. Характерно, что про важность исторической памяти вспомнили в туровые годы Великой Отечественной войны, были восстановлены офицерские погоны, звания, прочая военная атрибутика царских времен, отказались от репрессивных планов против религии и церкви. Более того, именно в военный период была частично возрождена религиозная жизнь или созданы специальные госструктуры для налаживания взаимодействия правительства практически со всеми конфессиями. В Армении, но уже в 60-е годы, под давлением широкого общественного движения была восстановлена память и реабилитирован ряд национальных наших героев. Но на этом для включения нестаристской памяти включения не закончились. Впереди была новая, на этот раз либеральная революция. Если большевики присваивали пользу государству все и всея, то новоиспеченные ульталь-либерали действовали по принципу все на продажу и обворовали у государства практически все, что хоть немного плохо лежало. Однако и в Пуфтинской России началась реставрация государственности и вместе с тем исторической памяти. Отравлено, что не только появление правительственных решений по организации мероприятий по той или иной дате, но и то, что СМИ стали регулярно проявлять объективные и вместе с тем увлекательные материалы материалы как про эпоху большевизма, так и про царский период и белое движение. Особо отметим талантливые передачи Михалкова, которые направлены не только против фальсификации истории, но и помогают более адекватно осмысливать от сегодняшней сложной гибридной реалии. Либерализированные же Армении изначально в обществе доминировали национальные идеалы, и в этом контексте произошла позитивная переоценка истории до советского периода. Однако спустя некоторое время национальная идеолога была объявлена лжекатегорией, и общество окунулось в ульталиберальную действительность со всей специфической интерпретацией истории. Вместе с тем, между этими послеэволюционными провалами памяти в Армении есть существенная разница. Если большевики по своему идеологическому разумению административными способами заставляли собственный народ забивать историю, что встречало сопротивление в обществе и далеко не всегда давал требуемый результат, то современные альмянские, названным их мягко, существующие неолибералы, для решения этой задачи под чутким управлением своих англосаксонско-туристских хозяев, принять целый арсенал высокоэффективных, высокотехнологических, манипуляционных технологий. Между тем, фальсификация истории не позволяет реально оценивать реальную действительность и тем более практически исключает прогнозирование будущего. Тем самым разрушается одна из важнейших основ национальной безопасности. Триада. Прошлое, настоящее и будущее. Свидетелем, чего и мы являемся в современной Армении. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ